Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути личностный рост. И как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. В этом видео я расскажу о том, как сделать так, чтобы ваше саморазвитие никогда не прекращалось. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост – это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности. Максимизация ваших талантов и потенциала, и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваше разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие – это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое – убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту – вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. В любом случае можно извлечь много пользы, если оставаться открытыми для мудрости и опыта других людей. Пожалуй, мой самый любимый совет – никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Сегодня мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже ста жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достоино. Так что возможности сейчас поистине безграничны. Чем сильнее будет ваше стремление узнать как можно больше на протяжении всей вашей жизни, тем выше вероятность, что вы приблизитесь к идеальному образу самого себя. И мой последний совет по личностному росту – выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затереться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на когда-нибудь потом. Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или если расписание позволяет. Это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное – создать систему управления временем для саморазвития. Исследовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса – это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии – непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали. Буду рад, если вы напишите что-нибудь в комментариях. И вот мой вопрос сегодня. Какие цели для своего саморазвития стоят перед вами сейчас? Оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр и помните, чтобы изменить свое будущее, действуйте и действуйте сейчас. Если видео вам понравилось и вы считаете, что оно подсказало вам, как поспособствовать личностному росту, подпишитесь на наш канал, оставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Не забудьте скачать бесплатный детальный план по ссылке в описании. Еще раз спасибо за просмотр.